Депутатская программа Депутатская программа Депутатская программа Депутатская программа Депутатская программа Депутатская программа он есть на своем месте, какие у него, наверное, будем так говорить, ресурсы, возможности административные, личные. То есть, люди идут со всеми вопросами. И, конечно же, приходится вникать в ситуацию любую, это 100%. Еще хотел бы ответить такой важный момент, что, наверное, 90% всех обращений, они, по сути, и по делу. То есть, таких обращений, что человек пришел, чего-то хочу для себя, или что-то сверхъестественное, такого нет. В разной форме. То есть, это люди уже понимают. Да, да, в разных настроениях, эмоциях, где-то, наоборот, позитивнее, где-то еще что-то, но в целом все вопросы, по сути, и по делу. Это очень важно. Для меня, значит, что хотел бы подчеркнуть, наверное, для зрителей, для тех, кто нас будет смотреть в дальнейшем, то, что депутат – это лицо, в моем представлении, хочу подчеркнуть, человек, который прошел определенный жизненный путь, набрался в различных сферах опыта, и готов этот опыт, имея на это время, средства, потому что это действительно занимает дополнительное время, помогать людям того или иного округа, от которого он, соответственно, избирался. Чем, собственно, мы и занимаемся. То есть, приходя к депутату, говорить, а почему не сделана здесь дорога, ну, наверное, есть службы, которые… Федеральная причина. Да, 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 или федеральная, правильно вы говорите, федеральная, то есть, которая должна этим заниматься. Мы, со своей стороны, обязаны выслушать каждый вопрос, включиться в каждую ситуацию, неважно, правильная она, неправильная. Ну да, человек может не знать. Может просто не знать законодательства, или может не то, что не понимать, а как бы в сфере своей деятельности не разбираться в том или ином вопросе, и мы должны как минимум направить его в нужное русло. Вот, наверное, несколько составляющих. Это знание юридических вопросов, знание системно, как выстроена та или иная, скажем так, деятельность. И вот третье, ну, наверное, как бы личные качества, когда ты просто обязан помочь. Неважно, кто к тебе пришел, когда к тебе пришел. То есть, в любое время дня и ночи, будем так говорить. Вот. Ну, собственно, вот, если мы говорим о вопросе, какие они возникают, они все. То есть, начиная от бытовых, что сосед дерется зонтом, заканчивая, ну, естественно, важными жизненными вопросами. Это дороги, крыши. Ну, все, что, наверное, ЖКХ, наверное, самое. ЖКХ, ну, если пропорционально мы говорим, тогда да, ЖКХ на первом месте, конечно, да, вопросы ЖКХ, проблемы ЖКХ. Наверное, люди, когда включали отопление, кто-то думает, что мы не включили, наверное, были такие вопросы, что у соседки уже рано. Еще есть такой фактор, когда люди чуть-чуть не могут подождать. Ну, то есть, уже преждевременно... Включили? Да, где-то прозвенело, в Москве объявили, что уже включают отопление. А в Москве есть, а у нас нет. Да, что ли такое, я мерзну сижу. Нет, я хочу сказать сразу, отметить, что если люди мерзнут, то отопление должно быть неважно какой-то регион. Это да. То есть, мы должны включиться в процесс, мы должны оповестить, потому что, опять же, если мы берем жилой фон, то дома разные. У кого-то есть кирпичные строения, у кого-то деревянные, у кого-то панельные. То есть, в каждом доме, в каждом... Свой теплотемпературный режим. Да, 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 теплотемпературный режим. Поэтому включаться, еще раз повторю, для меня самое важное, это включиться в вопрос. Не отодвинуть его на задний план, там, не... То есть, депутат, правильный депутат, скажем так, не может сказать своему избирателю, я эти вопросы не решаю, обращайтесь в другую инстанцию. То есть, он должен его принять, выслушать и потом объяснить либо схему, куда этот вопрос можно правильно направить, чтобы его быстрее решать, либо его, скажем, в составе с другими депутатами хотя бы озвучить. И там вы же все равно должны потом перед человеком сказать, что вы сделали с этим вопросом. Для меня порядок такой, он определен, как бы все помощники знают этот порядок, все в этом участвуют. Я вижу, что у вас строгие порядки. Пришел, пришел любой житель с обращением, неважно, пришел, подал в электронном виде заявку, написал на портале, написал в письменном виде, неважно, обращение фиксируется. То есть, если он позвонил, то это не на словах передали, а это пишется текстом, то есть, помощник составляет текст, докладывает, рассказывает мне об этом обращении. Да, мы его регистрируем, у нас есть журналы, дела, ну, как мы их называем, то есть, по мере, скажем так, возможности решения тех или иных вопросов. То есть, есть такие долгие вопросы, где нужно писать, вести переписку и ждать результаты. Есть быстрые, есть дезвонком мы решим, да, ту или иную ситуацию разрешим. Поэтому мы их разбили на несколько этапов, чтобы они не пересекались, потому что те, которые вопросы в долгую, будем так их называть, они все равно имеют сроки. А, тоже имеют, да? Конечно, и мы понимаем, что мы должны через месяц написать письмо или получить ответ, в общем, контрольный срок должен быть у этого обращения. И ничего не забывается, все равно все есть, все всплывает. Я буду искренне предельно, конечно, существует человеческий фактор, где-то что-то мы можем упускать, то есть, все не идеальные, но максимально, насколько это возможно. То есть, это как исключение? Да, да, насколько это возможно технически. А, кстати, сколько у вас помощников? Я так понимаю, это помощники, которые, ну, положены, или еще просто есть какие-то ваши уже коллеги, которые вам помогают? Ну, будем говорить так, по внутренним документам нам положено до 10 помощников. А, до 10. Да, у нас, у муниципальных депутатов, я думаю, это не секрет, все знают, что помощники все неоплачиваемы, то есть, все на, как я говорю, морально-патриотической основе. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, да. Но пока, как бы, есть, что радует очень много молодых специалистов, ребят, которые выпускались после школы, вот, в этом году к нам в сентябре пришел парень, желающие работать, заниматься общественной деятельностью. Это у них как такое, в хорошем смысле слова, тренировочная такая история. Крик души, желание, где-то они в школе, они занимались общественной работой, им нужно продолжать, волонтеры. Ну, волонтеры-то вообще отдельная, будем так говорить, категория. Вот, а это вот люди, которые просто жили в этой общественности, то есть, школьной жизнью. Сейчас они поступили в вузы, и то время, которое у них есть свободно, они готовы посвятить общественности. И они готовы, вот, общаться с людьми, опять же, мы прекрасно понимаем, это мы тут вот сейчас говорим о, ну, спокойной такой атмосфере, а наверняка бывают и какие-то люди, ну, в таком истеричном состоянии, и все-все, что угодно можно услышать, да, не всегда бывает, ну, человеческий фактор. И ребята готовы работать, то есть, такое испытание проходит себе человеческим общением. Ну, наверное, бывает всякое, но, наверное, в данном случае у нас какая, какой порядок. То есть, понятно, мы, если ситуация какая-то острая или сложная, мы не отправим молодого, бравого на такой подвиг, да? То есть, кто-то сам. Вот, конечно, выступаешь, как правило, сам. А больше ребята набираются опыта, это не испытание ни в коем случае. Я считаю, что это колоссальный опыт для любого молодого специалиста, а может быть, и многим и нужно пройти. Это, кстати, интересная история, потому что вы правы, а это же позволяет им, ну, во-первых, мотивация определенная, вот, задача, да, и тут еще я понимаю, что ваш опыт, правильно выстроенный, работа... Важность решения для себя же этой задачи. То есть, когда он понимает, что он смог добиться результата, я не знаю, пусть это будет банально, там, перенос или реконструкция, ремонт площадок, там, для сбора мусора, либо это будет установка лавочки, либо это... Ну, любой вопрос для него это достижение. То есть, он смог помочь... Лавочка ставит, все. Да, да, это результат его работы. То есть, он, вроде, как сам немножко депутат такой, да? Конечно, конечно. Нет, но они, будем так говорить, не то, чтобы полномочия, а теми возможностями, теми задачами, которые перед нами стоят, они в них участвуют постоянно. И здесь ты не привязан, будем так говорить, какими-то обременениями или большой системой. Здесь все напрямую. Вот есть депутат, ты помощник, вот он, житель. То есть, все, вопрос поступил, ты идешь им заниматься. То есть, берешь на контроль его, устанавливаются сроки, тебе говорят, к кому обращаться, у тебя появляются знакомства, контакты, люди. То есть, ну, процесс идет жизненный. То есть, я считаю, это очень хороший, полезный опыт. Вы как-то меняете этих ребят или они набираются? Слава богу, на сегодняшний день прирост людей, которые хотят заниматься общественной деятельностью, он идет. А почему? А люди не меняются. А почему идет такое? Ну, не знаю, возможно, депутат обладает. Вызовов-то много, я имею в виду. Ну, вообще, и государственных, и межгосударственных. Ну, если мы берем глобальную сегодняшнюю историю, тех ребят, которые действительно не просто там живут в своем мире, а которым интересно общество, знания, политика, какие-то государственные вещи. Да, вот у нас были здесь представители молодежного нашего, можно сказать, парламента. Парламент есть. Да, такой вот, такой глобой, причем парламент, ребята прямо рассказывали, ну, даже уже и забыл, что молодежное, знаете, так бывает. Поэтому это, ну, кто-то может назвать это карьеризмом, наверняка это тоже есть, но с другой стороны, это есть люди, которым дальше быть руководителями. Кто-то, может быть, станет тоже депутатом, кто-то пойдет работать в администрации или просто будет руководителем крупного предприятия, где тоже, кстати, люди работают, с ними нужно находить контакт. Поэтому мне кажется, что это очень интересная история. И вы хорошую идею подали, а теперь буду еще у депутатов спрашивать по поводу, а кто вам помогает. Потому что у нас иногда есть, ну, депутаты все у нас хорошие, безусловно, но есть такие, которые как бы, такое ощущение, что вот он во всех местах одновременно находится. Но так же не бывает. И людям, мне кажется, наверное, нравится, что они чувствуют вот это, когда молодежь выступает в роли помощников и в роли вот, ну, связующего звена с вами. И они знают, что, ну, я так понимаю, что есть, наверное, которые к вам часто обращаются, есть же такие люди. Конечно, конечно. Вот они уже знают, что, ага, вот через это мы до самого обязательно достучимся и получим обратную связь, и все у нас будет. Ну, и завершая первое отделение нашего сегодняшнего интервью, скажите, пожалуйста, как-то вы подводите то... Вот давайте так, во второй части мы расскажем, ваши отчетные периоды еще бывают, где вы отчитываетесь перед гражданами. А вот как вы с ребятами, раз мы уже эту тему закрываем, вы проводите какой-то мозговой штурм, вот закончили, кто чего сделал, кто кого на карандаше, как это происходит? Это как раз будет отлично, вот сейчас завершение нашего первого периода. Значит, конечно же, контроль работы, ну, специфика моей предыдущей деятельности, деятельности сейчас, она такова, что контроль, отчет – это первоочередные вопросы. И мы будем так говорить, в зависимости от направления деятельности, то есть есть и ССМ-менеджер, который ведет сайты, странички, да, то есть он с людьми меньше взаимодействует, больше через интернет-ресурс освещает нашу деятельность. Есть непосредственный помощник, да, как первый зам, который знает все вопросы, составляет мой личный график, там, встречи, работает с обращениями. И есть вот помощники общественные, то есть когда был задан вопрос, вот на сегодняшний день их три, да, четвертый пока обучается. И с каждым индивидуально мы проводим, скажем, беседы, потому что если это сети, то там своя специфика, свои сроки, то есть я смотрю на результат работы. Вот, либо это индивидуально, когда что-то упустили, бывает и такое. То есть я там получаю информацию от кого-то, что сегодня праздник какой-то, да, а мы не повестили в этом. Или, ну, не приняли участие, может быть, не поздравили кого-то, должны были поздравить, да, в этот день. Вот, соответственно, прилетает ССМ-менеджеру сообщение от меня там. Привет. Привет. Хорошо. Ну, я сделаю небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Александр Пивоваров, депутат с этой депутатом городского округа Люберцы. Продолжим дальше узнавать, как работает этот депутат у нас в городском округе. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Геннадьевич Пивоваров, который рассказал нам в первом отделении, в первой части нашей программы, что оказывается очень хорошо, когда у депутата есть, ну, во-первых, схема выстроенной работы, его персональная. Во-вторых, есть помощники, которые в эту схему встроены. И есть несколько типов оповещения. И внутри, скажем так, да, коллектива, который работает над решением какой-то проблемы, которая заходит в свою очередь от избирателя. И, конечно же, даже когда происходят какие-то, ну, пропуски, то можно как-то попытаться быстро эту проблему решить. Но сейчас поговорим конкретно о людях, которые, значит, приходят то, о чем мы говорили. Что сейчас на депутатском контроле конкретно, вот на сегодняшний день, как какие-то есть решения, которые вы принимаете? Чем помогаете? За кого, как говорится, стоите? За кого бьетесь? Я считаю, будет правильным, если я расскажу вкратце. Да. Потому что, я так понимаю, время у нас ограничено. Конечно, да. Какие, скажем так, общие концепции работы на округе, вот я говорю за шестой округ избирательный, это поселок Томилино и ряд деревень. И вот мирный крупный район к нам тоже относится. То есть, по деятельности в данном микрорайоне, в данном округе избирательном. Какую концепцию я выбрал? Что я увидел? Над чем работаем, скажем так, что пытаемся изменить в лучшую сторону? Конечно же, основная работа депутата, и, наверное, не только депутата, а любого административного работника на сегодняшний день, это все темы, связанные с СВО. Все что угодно. Начиная от открытия, вот у нас на округе мы открыли два пункта сбора гуманитарной помощи. Два, почему? Потому что два района, далеко находящиеся, чтобы людям было удобно и забирать гуманитарную помощь, и ее привозить, если это необходимо. Значит, организация проведения мероприятий касаемо, допустим, подготовки. У нас волонтеры, вот мы затронули в первой части вопрос волонтеров, очень активные жители, чем я приятно был удивлен. Категория от молодых ребят, девушек, и заканчивая взрослыми людьми, которые готовы тратить, тратить или, правильно слово будет, наверное, посвящать свое время проблеме СВО. В каком плане? То есть плетут сети маскировочные для военнослужащих, делают сухой душ, придумали сами технологию, где-то взяли, все это собирают, делают, изготавливают окопные свечи, собирают средства, ну, различные в формате. То есть люди погружены в этот процесс и хотят каждый, наверное, из жителей, с кем я общался, хочет быть причастным к данной ситуации, чем-то помочь. Это вот одно из направлений, будем так говорить, из своего. Дальше очень важная, как я вижу, такая проблема. Может быть, это связано именно с нашим поселком, с нашими населенными пунктами в связи с отсутствием помещений для занятия спорта, для проведения культурных массовых мероприятий. Не хватает, да? Не хватает категорически. И все, что сейчас связано с этим, это использование, вот, дает возможность образования школьных стадионов, школьных залов, школьных площадок, насколько это возможно. Потому что так же проходят занятия. Ну да, там договариваться нужно. Да, и вот сфера, будем так говорить, социального оккультуривания-спортивного развития, увлечения молодежи в эту среду, вот это одна из таких, наверное, приоритетных моих основных задач, то, что я для себя вижу. Что для этого сделано? Так. Мы создали некоммерческую организацию, значит, на базе которой будут объединяться спортивные кружки, учреждения, клубы, это футбольные, там, каратэ, дзюдо, баскетбол, все, что возможно, все, что происходит на нашем округе. Для чего основная цель? Потому что каждый по отдельности в той или иной степени, значит, ограничен там финансовыми возможностями, возможностями административного ресурса. И ходить, ну, здесь там спрашивать, искать помощь или поддержки у кого-то тяжело. Тем более в связи с вот сейчас с историей, которая происходит ситуация. Поэтому вот это объединение даст возможность коммерции понимать, что есть официальная организация, куда можно также вносить благотворительность или оказывать, не обязательно это финансы должны быть, это может быть любая поддержка. Это удобный такой способ для... Это совершенно легальный, совершенно правильный способ открытый объединить людей, которые занимаются развитием, спортивным развитием нашей молодежи, будем так говорить. И сокращает путь, да, определенный? Конечно, конечно. То есть, а мы со своей стороны, вот я, допустим, да, как депутат, я сокращаю этот путь еще тем, что есть администрация рядом, да, возможность зайти в кабинет и сказать, что есть проблемы, вот, ну, как бы, помогите, да. А все, опять же, открыто, то есть, все прекрасно знают, кто занимается, где занимаются, есть достижения, есть результаты турниров, выездов. То есть, не из пустоты пришел этот человек? Конечно, все видят там, вот есть клубы, ну, просто пока не будем называть, да, это все-то. А есть конкретные клубы, которые ведут свою деятельность в поселке довольно активно, и они нуждаются в поддержке в любой, потому что такие вещи нужно масштабировать, просто, то есть, они уникальные. Вот. Это одно из направлений. И это даже такая, ну, вроде, с одной стороны, по принципу бизнес-схема идет, но она именно направлена на то, чтобы ускорить путь решения. Значит, бизнес сразу отсекается тем, что это не коммерческая организация. Да-да-да, но я имею в виду, по, мы же как говорим, все, что называется бизнесом, ну, было по крайней времени такое время. Все работает быстрее, качественнее, потому что оно задействовано на, ну, на получение прибыли. Любая, согласен, любая деятельность, она связана все равно с расходами. Да. Поэтому, когда есть шефство, берет тот или иной там тайная организация над клубом, к примеру, футбольным там, или еще каким-то, это очень здорово, потому что у них есть финансовый ресурс, они зарабатывают с этого, и помогают тем, кто в этом нуждается. А, соответственно, не то, что нуждается, они организовывают, в принципе, направление какой-то деятельности, и люди могут приходить и там участвовать. Но там еще хороший момент, что все-таки, если мы говорим о детских площадках, о детском участии, там еще же можно родителей подключать, которые тоже вроде бы как заинтересованы в этой истории, которые тоже могут в этом как-то принимать участие. И плюс разговор со школами, ну, то, что вы говорите о площадках, о территориях, да, то есть тоже можно через отдел образования, и, ну, в общем, все подключается, и все можно решить на каком-то... То есть, опять же, что важно понимать, что, оказывается, можно сегодня работать еще быстрее. Правильно я понимаю? Конечно. Можно. Еще один момент расскажу, очень важный для меня, потому что мое детство прошло в поселке Томилино, то есть в том округе, в котором сейчас я работаю. И один из элементов, который, наверное, мне отложился в голове и в моей памяти, это был такой клуб «Союз», который располагался в полуподвальном помещении, и где мы провели все свое детство. Мы играли в теннис, мы играли в шахматы, в шашки, где-то хулиганили, где-то, ну, то есть вся жизнь, мы были под присмотром, то есть мы были направлены в нужное русло, мы могли спорить, хулиганить на фоне игры в теннис, там, той же, да? Ну да, да. Вот. То есть это была привязка, точка притяжения. Сейчас этих точек нет, ну, либо их мало. Ну, по крайней мере, я говорю, за свой округ, потому что наверняка где-то больше, где-то меньше, но да, не об этом будем говорить. И вот хочется создать, возродить что-то подобное, и хочется, может быть, увеличить количество мест по интересам, куда люди могут приходить и заниматься. А вы можете, например, подавать, ну, вот сейчас будет там, опять же, бюджет приниматься и так далее. Насколько я понимаю, по направлениям будет идти, да? Наверняка будет и спортивное направление, ну, и все остальные, и культурное направление имеется в виду. То есть туда как-то можно прописывать эти площадки? Почему? Потому что мы говорили и с председателем, и с депутатом, и с главой, вот, мы все время слышим, то там, то здесь открываются площадки. У нас в Люберце территория спорта, но выясняется, что есть места, где еще, в общем-то, можно, может, еще-еще точки должны появиться спортивные. Ну, наверное, начнем с того, что есть какой-то норматив, я причем, ну, не хочу сейчас обмануть, по количеству людей, населения, да, на там, квадратный метр, будем так и говорить, чтобы появлялись те или иные учреждения в данном округе, да? Либо культура, либо спорт. Да, неважно, медицина, там, то есть поликлиника, она не будет там располагаться какой-то кабинет, если там проживать сто человек. Ну, к сожалению, есть какие-то нормативы, да? Не мы их устанавливаем, они существуют, и наверняка не просто так, да, они продуманы. Вот, также и здесь, в спорте, я уверен, что есть определенное количество, да, людей, которые должны быть увлечены, то есть молодежи там или там какой-то категории различной, или неважно, это там серебряные волонтеры, как мы сейчас называем, то есть и все должны быть увлечены, вот, и речь, наверное, больше я веду о другом, что вот потребность, когда приходят люди и говорят, что вот мы хотим, а нет возможности. Почему это появилась идея? Приходят клубы различные ко мне и говорят, тут мы развиваемся, а мы занимаемся вот в школе, время вот такое-то, нам нужно больше времени. А, чтобы мы могли, да, да. Есть стадионы, которые не облагорожены или находятся далеко, тоже нужно решить с транспортной доступностью, с непосредственно обслуживанием данного там стадиона, такие есть вопросы. И вот начинают, начинаем что-то пытаться, скажем так, придумать, решить, да, решить как-то эту проблему, потому что это действительно должно быть. Вы начали с бюджета, конечно же, это закладывается в бюджете. Конечно же, администрация, все профильные замы видят, самое главное, проблему, видят, как и благодаря нам в том числе. То есть мы доносим это не только словом, но и на бумаге. Потом этот бюджет превращается в реальные, да? Да, в реальные вещи. Конечно, мы не говорим о том, что там завтра мы должны построить дворцы спорта. Везде. И, конечно бы, нет, конечно бы нам хотелось. Да. Я хочу ответить, потому что зрители будут смотреть, скажут, как бы, не хотим. Нет, конечно же, нам этого хочется. Но мы понимаем, что дворец спорта – это определенная площадь. И количество людей. Локация. И нужно определить это, где еще поставить. Да, то есть непросто. Еще один такой момент озвучу. Допустим, на советах были ситуации, когда я поднимал вопрос о выделении помещения под социально-культурную деятельность. И все услышали, и администрация услышала, и, скажем так, все коллеги поддержали. Помещение начали рассматривать, когда углубляться, столкнулись с вопросом, что мы делаем это для детей, а для детей есть определенные ограничения. Да, нормы. Нормы, да. Которые говорят, что должен быть пожарный выход дополнительно, что не должно быть каких-то пятийных заведений рядом. Должен быть от дороги там удаленность. Еще много-много-много всего, и выясняется, что это помещение не подходит под данные требования. Ну и, соответственно, мы не должны отказаться. Да, работа идет. Ну, мы вынуждены прервать наш разговор, потому что время заканчивается, зато у избирателей появляется возможность вновь к вам дозваниваться и встречаться с вами. Работа продолжается депутата 24 часа на 7. Спасибо, что пришли к нам. В очередной раз депутаты держат нас в курсе тех событий, на пульсе. Руку держим. Рассказали о схеме вашей работы. Она, мне кажется, очень полезная, интересная и современная. Мы желаем вам удачи. Всем вашим помощникам тоже большой привет. И надеемся на то, что в следующий раз вы придете еще нас чем-нибудь порадовать. Николай, спасибо вам огромное. Приглашайте, всегда буду рад. Придем, обязательно. Напомню, что в студии у нас был Александр Пивоваров, депутат Совета депутатов городского круга Люберцы. Я Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.